Добрый день! Не так давно я рассматривал свое собрание шипмодов 4х4 и случайно обнаружил, что у меня есть не все шипмоды этой размерности. И не хватало двух кубиков и я их заказал. Вот они приехали, какое-то время у меня полежали и сейчас я про один из них расскажу. Коробочка безымянная, потому что головонка старая, но пришла ко мне недавно. Открываем и видим вот такой вот типа кубик, но у которого грани чуть больше. Здесь срезаны ребра и получился он не шестигранный, а наверное двенадцати. Плюс лишние. Тут четыре грани, тут четыре. А нет, даже больше. Двенадцать дополнительных граней, шесть основных. Итого получилось восемнадцать, если я не ошибаюсь. Почему я сказал двенадцать? Да потому что его название одно из мне известных. Додекаэдрон. Додекаэдр это двенадцатигранник. Додекаэдрон четыре на четыре супер мэск куб. Такое название имеет длинное. Также я нашел название куб ротан. Или ротанг куб. Ротанг это такая пальма, либо какие-то материалы, из которых можно делать вот такие вот плетеные изделия. Не знаю в чем связь. Наверное то, что есть такие вот полосочки. Ну наверное так задумано. Купил я два кубика и они в внешне очень похожи. Этот называется Кэйн Болл. Почему опять же не знаю. Механические абсолютно идентичны, но разная расцветка. Из-за этой расцветки собираются они совершенно по-разному. Вместе с этими кубиками у меня получилось наверное уже десять шейп-модов четыре на четыре. Постепенно расскажу про них все. Ну про мельницу, фишер, аксис я уже конечно рассказывал. Вот такие вот необычные стоят еще от Диан Шенга и Лан Лана. Чем же интересна вот эта головоломка? Если мы присмотримся, все центры золотые. Да, значит их собирать не надо, они одинаковые. Также ребра, если возьмем на обычном кубике четыре на четыре, они должны быть двухцветные. Здесь ребра стали одноцветные. Уголки трехцветные, но какой-то такой необычной формы из-за того, что грани срезаны. В итоге мы пропускаем этап сборки центров, собираем ребра, собираем. Потом этап три на три, но не очень обычным способом. Из-за того, что центры здесь все одинаковые, это получается void cube. Можно с обычной трешки снять центр и получить void. А это четверка, как раз версия четыре на четыре void. Будет выглядеть вот так. Можно из обычной четверки, если заменить вот эти детальки на какой-то отдельный цвет, ну или в один цвет просто покрасить, то тоже будет четыре на четыре void. А чем у нас знаменит void cube, void паритетом? А void паритет, это паритет, где нужно переставить два ребра. На четыре на четыре он есть. Итак, получается void паритет, паритет четыре на четыре с перестановкой двух ребер, они друг друг компенсируют и приходится решать только один любым доступным способом. И тот и другой будет работать. Также здесь есть ребра, которые симметричны, а значит это получается уже фишер куб, у которого ориентацию ребер не видно, а значит может возникать псевдо паритет с переворотом одного ребра. Но так как это четыре на четыре, здесь oil паритет также возможен. Oil паритет выглядит вот так, на кубике четыре на четыре. Такой же может возникать, если у нас фишер. А здесь у нас и фишер, и четыре на четыре. Но все это не важно, так как ребра все равно, не важно какой стороной стоят, они симметричные. Вот этот разворот, он все равно не заметен. Значит, oil паритета мы лишаемся. И от четыре на четыре остается только pll паритет, либо void паритет. Можно его решать как угодно. Давайте уже вращать. Тут все уже понятно. Одинаковые центры, симметричные ребра и стандартные, но другой формы углы. Вращается, ну как старая четверка. Я немного смазал белый морол и эффект, конечно, невелик, но, наверное, должно притереться. Я собирал раза три-четыре, наверное, с каждым разом чуть лучше. Вот перемешанное состояние. Видимо, что центры не поменялись, они одинаковые, а значит, будем собирать. Как мы собираем ребра? Ну, поначалу можно это делать, просто совместить две штуки, отвести куда-нибудь в сторону. Найти еще два одинаковых. К примеру, вот эти вот два розовых совместить, отвести в сторону. Ну, будем на верхней грани собирать хорошие. Вот два желтых в сторону, еще какие-нибудь синий, синий-синий. Вот этот синий, с этим синим, можно собрать и отвести в сторону. Мы четыре ребра собрали, осталось восемь. Кстати, здесь такой интересный момент. Раздвигаем. В таком положении кажется, что форма и не поменялась. То есть, вот, нормальное положение. А те сдвигают центр на ребро. Форма практически не меняется. Заметно это только чуть-чуть. И кажется, что можно в таком положении вращать, но нет, это не миксап. Вращать нельзя. Собрали четыре ребра, а можем собирать дальше. Вот тут белые. Центры все равно не перемешиваются, можем делать все свободно. Один белый есть, и отправляем его наверх, но уже не разрушая то, что снизу. С какими-то трехходовочками. Также, можно здесь, как в методе Яу, но проще собирать оставшиеся элементы. Например, вот фиолетовое ребро. Вот еще одно фиолетовое. Поставим вот это сверху, а это поставим снизу. Так, раз-раз. Дальше, здесь оранжевое. Сюда нужно тоже поставить оранжевое. Вот оно такое. Нехитрыми интуитивными движениями ставим сюда оранжевое. Такое светло-фиолетовое. Ну, здесь уже стоит. Дальше сдвигаем. И у нас раз, два, три ребра собрались. Ну и можем еще раз это повторить. Вот одно фиолетовое. Вот еще одно фиолетовое. Сверху, снизу. Теперь светло-зеленое. Сюда нужно светло-зеленое. Но оно осталось вот здесь. Но не повезло. Можно поставить какое-нибудь другое, чтобы сломать. Так. И вот это вот. Но не важно как. Не соберется. Серые. Они, оказывается, смогли сами собраться. Вот серые и зеленые собрались. И осталось у нас два. Поставим их рядом. Совершенно ни на что больше внимания не обращаем. И получилась стандартная ситуация из 4 на 4. Делаем сдвиг. Flip. R, U, R' F, R' F', R. И сдвиг обратно. После чего мы видим все ребра собранные. То есть проще, чем на обычном 4 на 4. Из-за того, что за центрами следить не надо. В принципе, можно собирать все ребра. Тем способом, как я собрал два последних. То есть по методу для начинающих. Дальше нужно собрать этап 3 на 3. Но здесь это чуть поинтереснее выглядит. Начнем мы, к примеру, с белого ребра. Рядом с ним поставим белый угол. Центры-то все одинаковые, поэтому не важно. Слева нужно поставить другой белый угол. Его поищем. Вот он. Мы его пиф-пафами разворачиваем. И вот поставили. Почему так? Ну, здесь цветов много. И мы порядка цветов не запоминали. Поэтому берем ребро. Два угла к нему. Причем можно в любом порядке их ставить. Собранных состояний здесь, видимо, больше одного. Я пробовал вот слева синий, справа зеленый уголок. И наоборот. И так, и так головоломка собирается. Собрали вот ребро и два угла. Значит сюда нужно розовое ребро. Просто по цветам ориентируемся. Пока здесь все не собрано, можно свободно вращать. Дальше. Сюда нужен розовый уголок. Ищем. Вот розовый. Немножко его тут повертим. Вставили. Вот получилась уже вот такая конструкция. Ну, и вместе с центром она как бы собрана. Дальше. Ну, уголок нужно поставить в последнюю очередь. Сюда нужно желтое ребро. А сюда, ну, такое светло-фиолетовое. Желтое видим вот здесь. Можем смело вращать нижний слой. Отсюда ребро поднимем вот сюда. Так как уголок вот этот не собран. Вот так вот сделаем. После чего отсюда легко ребро поставить на это место. Угла все еще нет. Поднимаем два слоя. Внутри получается. Разворачиваем и обратно. Желтое есть. Мне сюда нужно вот светло-фиолетовое еще поставить. Аналогичным образом. Но с другой стороны. Здесь уголок не собран. Поднимаем. Подставляем. Возвращаем. И вот у нас получилась конструкция, где не хватает только одного уголка. Он должен быть желто-фиолетовый. Ну, фиолетовый-светлый. Вот такой. И пиф-пафом ставим. Поскольку это одновременно и 4х4 и void, здесь возможны вот такие вот фишки. То есть можно двигать два верхних слоя так, чтобы у нас какие-то ребра уже совпали. То есть центры они уже стоят одинаковые. А на теперь вот эти двойные ребра, чтобы они совпадали с уголками. Но мы можем вращать. Под надеждой, что что-то совпадет. Ну, конечно, уже все видели, что два ребра уже удивительно совпали. Да, их можно оставить. Такое, что не совпадает, бывает редко, так как ребра симметричные. И вот с тех сборок, которые я делал, всегда хотя бы одно совпадало. Ну, а значит, уже второй слой собирать можно быстрее. Два есть. Значит, поставить нужно сюда еще голубенькое, сюда зелененькое. И можно использовать любую комбинацию из 3х3. Центры симметричные. То есть отсюда можно поставить сюда. Отводим. И как в методе для начинающих, кубика 3х3 ставим. К сожалению, EF2L здесь неудобен. А жаль. Дальше нужно зеленое ребро. Ставим так же. Можно слева направо ставить, можно справа налево. Тут это не важно. Тот же самый алгоритм. Так. И вот у нас уже, получается, 3 слоя от 4х4 собрано. Дальше. Дальше чуть сложнее. Здесь можно поступать по-разному. Можно, как в методе для начинающих, для кубика 4х4 сначала расставить ребра уже известными алгоритмами. Как мы это сделаем, а не как. То есть мы не знаем порядок ребер, который должен быть. А почему мы не знаем? Потому что углы, углы пока не развернуты. Их можно развернуть, но прежде, чтобы понять, как их разворачивать, нужно их расставить по местам. А потом уже, вот один уголок стоит на месте, понятно, что здесь должно быть оранжевое ребро, а здесь фиолетовое. Можно, конечно, этим пользоваться и расставить сначала ребра. Но мне показалось так не очень удобно. Поэтому сначала расставим углы. Смотрим. Этот на месте. Этот нет. Этот нет. Но видим, что цвета не совпадают. Вот синий, основной, голубенький, должен присутствовать у этого уголка. Один только стоит на месте. Ну, если мы будем, наверное, вращать, ничего не поменяется. Если вот зелененький на место поставить. Поменялось. Один и второй стали на места. То есть можно переставить вот эти два. Удобно, если у нас нужно поменять уголки по диагонали. Если мы их еще не разворачивали, то не важно, как они развернутся в процессе. Ну, например, допустим, нам нужно два угла переставить. Мы делаем фронт. Фиф-паф. И фронт штрих. Эта комбинация меняет два угла по диагонали. Да, она переворачивает ребра. Да, она разворачивает углы. Но углы у нас пока не развернуты. А переворот ребер нам не важен. Поэтому диагональная перестановка делается очень просто. Если же перестановка не диагональная. Можем либо стандартным трициклом. Из метода для начинающих для кубика 3х3. То есть один поставить на место, а три другие переставить. Либо использовать TPR, чтобы переставить два. Покороче, пока не придумал. Ну, что у нас здесь получилось? Что-то поменялось. Один на месте. Нет. Нет. И нет. Вот три угла не на месте. Что мы можем сделать? Взять верхнюю грань к себе. Правильный угол слева сверху спереди. И сделать АПЕРМ из кубика 3х3. Обычный трицикл. Причем я не просчитывал, какой именно нужно делать. Сейчас посмотрим. Не собралось, делаем еще раз. Так, ну и смотрим. Теперь у нас угол на месте. Вот голубенький на месте. Зеленый вообще совпадает. Ну и здесь синий нормально. У нас получается два угла развернуты правильно. И вот этот нужно развернуть вместе с этим. Если нужно развернуть два угла по диагонали, это восьмерка. Можем использовать алгоритм ОЛЛ. Причем восьмерка, она вот этот передний уголок разворачивает по часовой. А этот наоборот. То есть надо будет перехватить вот так, чтобы развернулся по часовой. Но если мы боимся использовать алгоритмы ОЛЛ, можно эту грань повернуть налево. Посмотреть, какой здесь должен быть цвет. Он должен быть синий. Здесь должен быть голубой. И вращать вот этот угол пиф-пафами до тех пор, пока этот цвет не появится. Так как ребра будут перемещаться. Сзади, слева, сверху. Делаем пиф-паф. Первый. Второй. Появился голубой. А значит развернулось правильно. Подворачиваем диагональный уголок. А здесь должен появиться синий. Но мы и так знаем, что нужно сделать еще 4 пиф-пафа. То, что в сумме должно быть 6. 1, 2, 3, 4. Осталось довернуть. Смотрим. Нормально, 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 нормально. И осталось переставить 3 ребра. Получается серые на месте, между серыми уголками. А эти нужно переставлять. Здесь можно использовать любой алгоритм, который переставляет ребра. К примеру, юперм. Причем юперм, который переставляет вот так. Я делаю при помощи правой верхней грани. А в обратную сторону, через средний слой. Мне почему так удобнее в 3 на 3. Но через средний слой на этом кубике крутить не очень. И поэтому, если нужно сделать обратный алгоритм, можно сделать юперм дважды. Паритета же здесь нет. То есть, если у нас перестановка трех ребер, то значит нет паритета. Если перестановка двух, то паритет будет PLL. Но если перестановка четырех, сначала нужно что-то переставить и потом уже определить. В данном случае делаем юперм. И видим, что кубик полностью собран. Давайте смоделируем паритет на всякий случай. Он будет выглядеть вот так. Перестановка двух ребер. Они могут переставляться еще по диагонали. Ну и решается, естественно, аналогично. Но также можно использовать алгоритмы из кубика Void, которые я показывал в своем обучающем видео. Это либо 7 пиф-пафункт вверх ногами, либо более сложный алгоритм, но короткий. Ну, давайте избавимся от паритета. Как в 4х4. Все собрано. В итоге забавный кубик. Имеет место быть. Не пожалел, что его купил. Собирать вполне интересно. Можно как-то, наверное, сборку еще оптимизировать. Я обязательно еще покручу. Может быть, еще какие-то стратегии более короткие найду. И уж когда-нибудь в далеком будущем сделаю обучающее видео. Про Аксис 4х4 я, конечно же, помню. Он должен быть раньше. Просто найти на него времени пока не получается. Это большая работа. Этот же кубик, если можно его так назвать, механически такой же. Но собираться будет, я думаю, посложнее. Пока не пробовал. Перемешаю. Пособираю. Но очень похож на 2х2. Ну, то есть, редукцию до 2х2 нужно делать, наверное. Ну, посмотрим. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok